На протяжении многих лет здесь, на Булатниковской улице, жители всех домов жалуются на одну и ту же проблему. Их подвалы заполнены канализационными стоками. Обращались во многие инстанции, но проблема осталась так и нерешенной. Эти дома были построены еще в середине прошлого столетия, но канализационные трубы в них ни разу не менялись. В этом и состоит основная проблема, считают сами жители. Проблема так и останется до той поры, пока они хотя бы лежак не поменяют. Там три метра трубы, но эта проблема уже лет 15, наверное. И никто ничего сделать не может. По словам пенсионерки Эммы Анатольевны, а именно она отправила жалобу на добродел, еженедельно к ним приходят слесари, устраняют протечки. Но спустя несколько дней подвал вновь наполняется стоками. Трубы все чугунные прогнили, заржавели в дырках. Поэтому требуется их поменять. И не знаю, когда, в каком году нас поставят на капремонт, на замену вот этих сантехнического оборудования. Управляющая компания в этих домах меняется ежегодно, но жизнь людей лучше не становится. А после присоединения к общей канализационной системе торгового центра ситуация только усугубилась. В квартирах внутри мы тут хозяева добросовестные, каждый себе поменял на новые пластиковые трубы, новые сливные бачки. А вот в подвале то, что общедомовое, вот это требуется. Там, по идее, немного-то и нужно, а работы немного. Вот хотелось бы, чтобы ЖУ обратила внимание и поменяли нам старые канализационные системы. К слову, подобная ситуация и в доме по соседству, где заливают и квартиры. У меня точно такая же проблема в соседнем доме. Все гнилое. Меня вот уже за 8 месяцев 4 раз залили. Вы посмотрели на мой потолок. Уже последний раз мне делали ремонт. Сказал, я уже больше не смогу. Деревянное перекрытие, все посыпется. Так что проблемы у нас здесь примерно все одинаковые. В управлении жилищно-коммунального хозяйства нам заявили, ситуация под контролем. Трубы там не старые, потому что часть города, она, ну там, нет новостройки, естественно. Вот, строилось все давно. Если есть там необходимость, то будем включать в план работ по капитальному ремонту. После обследования, если заключение будет о необходимости проведения ремонта, будем его осуществлять. А значит, местным жителям не надо спускать этот вопрос на тормозах и требовать проведения экспертизы. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова